Праздничный концерт, посвященный Дню России, провели на Магаданской площади. Началось мероприятие с торжественного поднятия флага нашей страны. Также в этот день мэр Магадана Юрий Гришан вручил 11 школьникам паспорта. Ребята уже достигли 14 лет. Градоначальник отметил, что это важное и радостное событие. Я рад, что это произошло в Магадане, я рад, что это произошло в День России. Желаю всем того, чтобы все мысли, желания, которые связаны с городом Магаданом, с Россией, у этих ребят обязательно сбылись. Сегодня мы задумываемся над тем, как было 25 лет назад. Что было 25 лет назад с Россией. Как по кусочку собирали Россию с тем, чтобы сегодня опять Россия стала великой державой, экономически независимой державой. На концерте выступили творческие коллективы Магадана. Артисты показали музыкальные и танцевальные номера. Кроме того, в этот день для детей работали батуты. Также ребята могли принять участие в конкурсе рисунок на асфальте от художественной школы. Пирожки, бутерброды, блинчики, каша. В Магадане в День России провели фестиваль «Территория дружбы». Свои национальные блюда представили различные диаспоры. Более десятка народностей угощали родной кухней магаданцев в сквере «70 лет Магадану». Проводят фестиваль уже не первый год. Это стало доброй традицией для столицы Коломы. Магадан, наверное, одна из самых многонациональных территорий. И у нас стала традиция проводить в этот день, в День России, наш городской праздник «Территория дружбы». Давайте сегодня будем дружить. В Магадане зарегистрировано 12 национально-культурных объединений. Они развивают свое историческое наследие и рассказывают о нем горожанам. В этот день украинцы, азербайджанцы, дагестанцы и другие народности угостили жителей областного центра своими национальными блюдами. Мы представляем блюда именно украинские. Допустим, бутерброды с салом, украинская колбаска, кровяная колбаса, вареники с картофелем. Угощение национально-армянское блюдо. Сладости, голубцы есть. Вот сейчас привезут горячий хашлама. Вчера купили барана, его специально варят. Вкусно, в общем. Но мы любим эту пищу, хотим угостить и других. Я надеюсь, что им тоже в такой праздничный день такая пища понравится. И они будут рады общаться с людьми. Главное общение. У нас представлено русские блюда, народная русская кухня, пирожки, блинчики, чай, сладкий вкус. В течение всего праздника для гостей творческие коллективы города исполняли музыкальные номера. Кроме того, представители землячеств не только угостили магаданцев своей национальной кухней, но и рассказали о бытии и истории своего народа. В день России 12 июня губернатор Магаданской области Сергей Носов и мэр Магадана Юрий Гришан провели выездное совещание у монумента «Маска скорби», посвященное благоустройству окружающей территории и созданию новых музейных объектов поблизости. Памятнику жертвам политических репрессий исполнилось четверть века. За эти годы многие элементы комплекса износились и пришли в негодность. А проведенная несколько лет назад окраска «Маски скорби» корабельной краской серьезно изменила авторский замысел Эрнста Неизвестного. Есть несколько вариантов или несколько предложений, если хотите, даже своеобразный конкурс. То, что я видел, предложения от очень профессиональных организаций, они в основном, конечно, сегодня располагаются или в Москве, или в Питере. Для нас важно, чтобы имели опыт, потому что восстанавливать маску нужно бережно. Понятно, вот защитный слой, который мы видим, синего, выгоревшего уже цвета, значит, это то покрытие, которое надо убирать, но тогда-тогда сам бетон должен быть защищен от разрушений, от эрозии. Ветром, морской воздух – такие технологии сегодня есть. Дорого. Но я хотел бы отметить, что сама «Маска», сам комплекс 25 лет назад строился при поддержке государства, в том числе и на частные пожертвования. Пошло 25 лет, и вот с учетом опыта эксплуатации, сегодня есть возможность и на частные пожертвования. И при поддержке государства, бюджета области сделать так, чтобы, ну, еще не 25, 50 лет, значит, не делать капитальных ремонтов. Глава региона и мэр столицы Колымы возложили цветы к монументу памяти жертв политических репрессий. По итогам выездного совещания руководителям даны соответствующие поручения заказчикам и проектировщикам планируемых работ. Крысы ночами атакуют город. В редакцию «Вечернего Магадана» житель одного из многоквартирных домов прислал очередное видео с грызунами у контейнерных площадок. Как отмечает адресант, на охоту крысы выходят только в вечернее время. Днем же грызуны сидят в норках, которые находятся прямо за мусорными баками. Это контейнерная площадка у дома Портовая, 38, район Моргородок. Жильцы этих домов жалуются на огромное количество крыс у мусорных баков, хотя наклейка гласит, что дерматизация в июне была. На протяжении уже нескольких лет в социальных сетях гуляет любительская видеокрыс, которые обитают не только у помоек, но и в подъездах, подвалах. Однако у баков замечают грызунов намного чаще. Как отмечают эксперты, в Магадане за дерматизацию отвечает департамент ЖКХ, который в 2021 году заключил муниципальный контракт с подрядной организацией. Подрядная организация ООС «Сибюст» занимается проведением дерматизации всех контейнерных площадок, которые включены в реестр мест накопления данных площадок ежемесячно. При проведении дерматизации используются безопасные средства. После проведения дерматизации у нас подрядная организация на контейнерной площадке размещает информацию о дате проведения дерматизации в виде перечеркнутой крысы. Наклейка есть, но и крысы есть. Так почему же грызуны все еще атакуют город, если санитарную обработку специалисты проводят регулярно? Как отмечают эксперты, еще одна причина появления крыс – захламленность контейнерных площадок. Горожане продолжают складировать крупногабаритный мусор в непредназначенных для этого местах, поэтому не всегда баки вычищают вовремя. Предусмотрено, что контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов должны содержаться в чистоте, то есть производится ежедневный подбор, уборка мелкого мусора и в том числе предотвращать переполнение мусорных баков, мусоросборников. С нашей стороны управлением проводится постоянная работа по мониторингу таких площадок на территории города Магадана с целью недопущения их замусорения. В Магадане работают две компании, которые должны ежедневно убирать мусор в соответствии с муниципальными контрактами. Контейнерные площадки должны быть чистыми, отметил Андрей Морозкин. Бак – не кормушка для животных. Если требования компании не соблюдают, их ждет административное наказание. За последние три месяца составили уже около десяти таких протоколов. Виновникам выписали штрафы. 13 июня в Магадане открыли летний сезон. Жители и гости города не просто насладились прекрасной погодой и живописными видами Колымы, но и посмотрели концертную программу. Также на горняке присутствовали аниматоры в костюмах трансформеров и главных героев из мультфильма «Смешарики», которые могли развлечь даже самых маленьких гостей. А для детей постарше была возможность поиграть в напольные шашки или прокатиться на лошадях. Сегодня наконец-то в наш Магадан солнечный пришло лето, и Дом культуры Снежи сегодня подготовил яркую программу концертную. Сегодня у нас на открытии играет оркестр эстрадной музыки, также будет концертная программа, фейерверк, и, конечно, много же сюрпризов – вокальных, танцевальных. Хедлайнером мероприятия стал оркестр духовой эстрадной музыки. Они исполняли всеми известные и узнаваемые песни из советских мультфильмов, чем смогли порадовать не только маленьких зрителей, но и взрослых. Каждый год на Горнике у нас происходит открытие пляжного сезона. Стабильно мы работаем всегда на этом празднике, участвуем и играем концерты. Добрый день, дорогие магаданцы! Это получается, грубо говоря, открытие в Магадане летом. Начало лета Магадана. Несмотря на то, что в первые дни лета магаданцы не так часто видели солнце, погода во время открытия летнего сезона точно была замечательной. Надеемся, что все лето у нас будет такое же солнечное и теплое, как на выходных. А вечерний Магадан, в свою очередь, узнал у жителей города, с каким настроением они пришли на Горняк. Настроение прекрасное. Наконец наступила в Магадане солнечная погода, тепло, да и ветер, в принципе, особо не мешает, потому что тоже такой недостаточно холодный для Магадана, так скажем. Все замечательно. Ребенок ждет оркестр, наконец дождалась. Прекрасное настроение. Такое же прекрасное, как и сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова